В этом рейтинге топ 5 худшие автомобили F-класса. Для корейских ушей Сан Йонг звучит гордо и переводится как «два дракона». Но как бы хорошо автомобили Сан Йонг не продавались у себя на родине, в Европе эта марка не котируется. С 1988 года Сан Йонг специализируется на производстве внедорожников по лицензии японской Isuzu. В 1991 началось технологическое сотрудничество с компанией Daimler-Benz. Создавая в кооперации с немцами новые модели, корейцы решили, что используя технологии Mercedes, смогут выдержать конкурентную борьбу и в классе представительских автомобилей. Так, в 1997 году на агрегатах Mercedes E-класса был построен Сан Йонг Чермен. Изготовленные по лицензии двигатель объемом 3,2 литра, пятиступенчатая автоматическая трансмиссия и многорычажная подвеска были дополнены элегантным кузовом, также напоминающим Mercedes. Оформление салона выдержано в совмещенном стиле запада и востока. По-немецки добротные кожаные сидения и корейский дешевый пластик. Обратите внимание на сенсорное управление кассетной магнитолой. Такое не часто увидишь, правда? Кстати, магнитола тоже корейская. В целом и седан, и лимузин были не так уж и плохи, но Чермен явно не тянул на автомобиль высшего класса. Как следствие, за весь 1997 год по миру было продано всего около двух сотен автомобилей. В последующих годах ситуация в лучшую сторону не изменилась. С завидным упорством и минимальными переделками компания Сан Йонг выпускает Чермен до сих пор. Отчаянно надеясь зацепиться в сепене автомобилей F-класса. Но зацепилась она пока что за пятое место в рейтинге худших автомобилей F-класса. В 2000-х, с началом выхода на международный рынок, компания Kia Motors начала расширять свой модельный ряд. Наряду с изначально бюджетными автомобилями, постепенно стали появляться все более дорогие. В 2003 году Kia предложил покупателям новую модель Apirus. Своим названием, восходящую к древнему еврейскому городу Апир. Предложение оказалось заманчивым. Переплатив всего 5000 долларов от стоимости трактора МТЗ Беларусь, вы получали автомобиль по набору серийного оборудования, не уступающий Мерседесу S-класс. Вы представляете себе, что уроне уступают? Но это только в теории. На деле, кожа в салоне была искусственной, а деревянная отделка на поверку оказывалась обычным пластиком. Внешне Apirus немного напоминал Линкольн Таун Кар. Спереди корейские быдло-дизайнеры, очевидно, пытались спародировать Jaguar S-Type, но немного не получилось с радиаторной решеткой. Бывает. Кузов могли бы сделать и оцинкованным, но не сделали. Сэкономили. При этом Kia Apirus в целом не производил впечатления дешевого автомобиля. Стилизованный с учетом современных требований, огромный 5-метровый кузов обладал хорошим оснащением и большим внутренним пространством. Несмотря на двигатель в 190 лошадиных сил с 5-ступенчатой автоматической трансмиссией, все удовольствие от езды на Apirus терялось из-за несоответствия развесовки и привода. Откровенно, сырая модель от Kia Motors на четвертом месте в рейтинге худших автомобилей F-класса. Эх, Opel, дружище, тебя-то как занесло в этот рейтинг, да еще и самой роскошной моделью сенатор. А ведь раньше Opel сенатор мне очень нравился, ну лет так 25 назад. Но пришло время глянуть правде в глаза. Opel все равно останется Opel'ем, с его типичными достоинствами и недостатками. Назови его хоть кадетом, хоть сенатором. Но маркетинговые стратеги GM для формирования солидного имиджа марки Opel решили бросить вызов самому Mercedes. И если бы они представили что-то новое, так нет. За основу для создания будущего супер-мега Opel'я была взята модель Record, которая даже в E-классе не хватала с неба звезд. Добавив в Record чуть спереди, чуть сзади и увеличив тем самым длину кузова на 15 см, получился Opel Sinater. Все, теперь трепещи Mercedes в 116 кузове. Но это еще был не позор. Настоящим позором было то, что удлиненный на 15 см рекорд выпускался с небольшими изменениями 15 лет. Да-да, потому как если и принимать во внимание три поколения сенатора, следует понимать, что речь идет об одном и том же автомобиле. В дизайне сенатора напрочь отсутствует изысканность, а салон точно показывает каждый недостаток, который хотелось бы устранить. И то, что в таком большом седане задние стекла невозможно опустить полностью, тоже не вписывается в респектабельную картину. Наибольший из предлагаемых шестицилиндровых двигателей, несмотря на приемлемую заявленную мощность, на выходе работает не на всех по раху. Возможно, его сдержанность основана на точном знании характеристик шасси, которые далеко от идеала. При езде на автомобиле потребуется некоторое самообладание, поскольку слишком беззаботная езда на поворотах приводит к значительному выносу задней части. Слабым утешением для сенатора можно считать начало оцинковки кузовов с 1986 года, но вместо горячей оцинковки Opel использовал более дешевую гальваническую. Именно благодаря защищенному от коррозии кузову многие сенаторы дожили до наших дней. В 1993 году последний автомобиль модели сенатора бесславно покинул конвейер Opel и занял третье место в рейтинге худших автомобилей F-класса. Но дело Opel сенатором не ушло бесследно. Вернее ушло, но не в 1993 году. Еще одна корейская компания Deo Motor также решила попытать счастье в F-классе, купив у Opel всю технологическую оснастку, оставшуюся от сенатора. Дизайн новой модели, названной Super Salon, получился спорным. Радиаторная решетка а-ля Mercedes добавляла колорита, но отвратительная сборка кузова портила ощущения от автомобиля. Тем не менее, издалека Super Salon выглядел солидно, а стоил дешево. При достаточно скромных финансовых вложениях покупатель получал, хоть и устаревший, но элегантный, почти 5-метровый седан, да еще и с немецкой техникой. За счет низкой цены автомобиль привлекал внимание в странах третьего мира. В отличие от Opel, Deo в целях экономии средств не проводил испытания кузова в аэродинамической трубе. И уже на скорости 120 км в час шумы ветра и двигателя одерживали верх над шумоизоляцией Super Salon. Качество металла кузова вызывало сомнения, а в выборе между двигателями не было никакого смысла. Различия в динамике и расходе топлива были минимальны. В 99-м году даже корейцам стало очевидно, что дальнейший выпуск Super Salon затянулся. Надежды на покорение F-класса остались в прошлом. А Deo Super Salon по заслугам занял второе место в рейтинге худших автомобилей F-класса. На полагающиеся мне по закону премии я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Ха-ха-ха-ха, новая модель. А теперь о достоинствах новой модели «Москвич» «Князь Владимир». Длина кузова, как у BMW 7-й серии, а в бездонном багажнике поместятся все необходимые для «Князя Владимира» запчасти. Вот и все, ребята. Этот автомобиль должен был стать своеобразным подарком к 850-летию города Москвы. Но в аккурат к юбилею города, из ворот завода АСЛК, выехало вот это ч*****е. Начнем с дизайна. Неизвестно, что курил армянский дизайнер Сакиян, но судя по характерной задней двери, источником вдохновения мог быть «Кадиллак Флитвуд» 78-го года. Спасибо. С конструктивной точки зрения, 42-й «Москвич» это полный неликвид. Подгонка деталей ужасная, зато два слоя краски. Серебристый или любой другой цвет кузова «Князя Владимира» напылялся на зеленый цвет. Но зачем? В салоне сплошная цыганщина и безвкусица. Тот, кто решил придать интерьеру приемлемый вид одними кожаными сидениями, очень сильно заблуждался. Кожа выглядит так же фальшиво, как и сама модель «Князя Владимира». Переключение передач из рук вон плохое. Карбюраторный двигатель пожирает 92-й бензин десятками литров, но разгоняет автомобиль аж до 150 км в час. Впрочем, даже на меньшей скорости в «Москвиче» ездить захочется немногим. Уже на средних оборотах двигатель громко воет, а квадратный кузов, с трудом рассекая воздух, бросает автомобиль из стороны в сторону. Не лучше дела обстоят и с подвеской, которая досталась по наследству еще от 41-й модели, выявившей в средине 80-х «Москвич» в эру современного автомобилестроения. Но это все мелочи по сравнению с ценой на «Князя Владимира». Свой представительский седан бесстыжие маркетологи завода «Ленинского Комсомола» оценили в 20 тысяч долларов США. Неудивительно, что при серийном производстве реализована была лишь небольшая партия автомобилей. И то принудительно для госучреждений. Удивительно другое. Как можно было выпускать этот хлам целых 5 лет? Это последняя модель завода АЗЛК. И через год после снятия с производства завод стал вылететь вот так. На сегодняшний день память о грандиозном распиле государственных средств осталась в виде нескольких экземпляров «Москвич-2142» «Князь Владимир», который и стал победителем моего антирейтинга. «Князь Владимир», 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 «Князь